друзья привет итак я хочу осветить две крайние ситуации которые я сбрасывал в твт скул по евро и по нефти что примечательно в этих ситуациях в этих кейсах и на что стоит обратить внимание чтобы более качественно принимать решение на базе уже принятых решений фактически первое это евро что мы здесь видим это образование и че в те объема какой это и че в те объем достаточно крупный то есть на видимом участке графика который мы анализируем такой и че в те объем был один фактически здесь на покупку и следующий здесь на продажу то есть получается что зазор между такими и че в тем объемами достаточно длительный временной период и как мы знаем они лучше отрабатываются за счет своей уникальности итак второй момент то что он образован на тени свечи это очень хорошо то есть сразу же пошла реакция рынка на данные че в те объем то есть сразу же мы видим что он останавливающий кроме этого перед образованием данного и че в те объема у нас было достаточно много дивергенции практически каждый день была дивергенция по объему дельты по количеству тиков даже здесь несмотря на то что дельта по количеству тиков в нуле дельта по объему сильно отрицательная здесь дивергенция наоборот дельта по количеству идет вниз дельта по объему наверх и в день перед точкой входа то же самое это для нас очень хороший показатель что идет борьба сил и нам нужно дождаться кульминацию этой борьбы которые проявляются в образовании данного восстанавливающие в hft объема если посмотреть в этот день тоже было достаточно сильное усилие как большого количества продавцов то есть это было скорее всего закрытие позиции уже возможно даже закрытие с убытком то есть трейдерам необходимо было до набрать свою длинную позицию если мы посмотрим по сот отчетам то фонды как раз на прошлой неделе увеличили свою позицию достаточно существенно на 82 процента до 57 тысяч контрактов если мы проанализируем график и сот отчетов мы увидим что 8 недель подряд было снижение позиции вот вы видите да ни одного увеличения позиции не было вот в этой области соответственно это первое существенное увеличение позиции которое произошло и мы увидели уже эту информацию кстати вот в этот день вот в пятницу мы о нем еще поговорим давайте закончим вот с данным кейсом здесь когда я увидел эту ситуацию я себе так прикинул краткосрочную цель конечно же получается что идет все таки нисходящий тренд то есть можно было тут построить некую линию нисходящего тренда и мы ожидаем что может быть конечно реакция на этот нисходящий тренд и возможно вовлечение продавцов на продолжение данного нисходящего тренда потому конечно стоит ожидать коррекцию то есть реакция происходит все же на технические уровни они отрабатываются на следующий день уже после консолидации после того как произошло это вовлечение да вот линии тренда соответственно она пробивается и уже здесь в этой области в 2230 это получается у кого время gmt плюс 3 вы можете до закрытия рынка уже увидеть вот это увеличение которое произошло по сот отчетам на 82 процента позиция увеличилась соответственно получается в этой области фонды активно начали набирать позицию по евро то есть есть получается поддержка и понятно за счет кого они это делают за счет распродаж которые происходят на рынке в связи с тем что вот если вы посмотрите на дневной график многие ожидали вот после вот этого импульса коррекцию да она перебила даже локальные уровни минимум вот этот то есть вот тут зона спроса было и затем вот как бы как бы ложное снятие стопов и реакция хороший импульс естественно тут покупки соответственно надо выгрузить пассажиров и пассажиры выгружаются когда вот этот повторный уже ложный пробой происходит вот то есть нужно понимаете контекст в котором появляется данные чуть объем и когда мы уже видим что действительно фонды зашли это вселяет уверенность что мы не одни в этой позиции и соответственно потом идет дальнейший уже до набор это что касается евро также была ситуация интересная по нефти которую сбрасывал здесь что является примечательным то это тоже образование и че в те объемов тоже останавливающих и целью как мы знаем является зона предыдущих движущих и че в те объемов потому ей написал что вот в этом районе плюс 6532 это уровень дельты 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 по объему майской то есть на этом уровне было сильное накопление их отмечаю и потом они являются как целями таки в принципе хорошо отрабатываются как поддержка для цены можно даже от этих уровней пробовать заходить но вот здесь получается мы установили цель кстати вот этот ищи в те объемы он тоже хороший тут здесь тоже могла быть попытка входа после дивергенции дельта опять же таки мы видим очень сильные дивергенции в дельты по объему дельты по количеству тиков вот здесь это вполне вероятная ситуация это уже происходит вы нас те кто зашел здесь те кто зашел здесь и соответственно цель остается те же контекст не поменялся получается что у нас точка входа уже новая но контекст рыночные условия они фактически не изменились в данной ситуации тоже произошло вот две точки было можно построить линии нисходящего тренда здесь как бы произошла реакция тоже какое-то вовлечение в этот нисходящий тренд и заодно заодно сняли стопы тех кто здесь заходил опять же таки я говорил вам что ставить стоп за минимум достаточно опасно вот именно по этой причине то есть я ставлю стоп часто за и в те объем ну то есть визуально если взять в таком масштабе вот мы видим еще в те объем то есть соответственно вот здесь можно стоп устанавливать если в этой ситуации то вот здесь стоп устанавливать но мы должны быть тоже точными и смотреть на ценовые уровни вот здесь если мы возьмем ценовой уровень 6190 это прямо на на еще в те объеме то есть довольно близко 6180 тоже близко то есть получается что рационально дополнительную защиту взять еще и в виде ценового уровня мы видим здесь 6170 я бы поставил стоп 6168 и получается что если мы каждой мелочи подходим скажем так внимательно при открытии позиции установки стоп лосса постановки цели то даже вот такой момент здесь лол был 6174 если стоп у вас был бы 6168 соответственно не вынесло если же вас вынесло если допустим вы не учли этот момент чтобы поставить стоп за ценовой все-таки еще уровень дополнительно перезайти можно выше точек образования и че в те объемов то здесь такая точка 6250 соответственно выше мы можем заходить если не учитывать да вот эту линию мы можем здесь заходить уже здесь еще есть уровень дельты уровень дельты который у нас апрельский 27 апреля цена выше этого уровня тоже хорошо можно зайти вообще технический уровень когда пробивает на ретесте этого технического уровня но конечно это будет более безопасным безопасности есть два минуса первый это то что можно остаться без позиции второй минус безопасности что с каждым тиком движения цены в вашу сторону ваше соотношение риск прибыль ухудшается то есть соответственно чем более безопасная точка входа тем меньше соотношение риск прибыль это тоже нужно понимать в принципе это все что я хотел сказать по данной ситуации если у вас появятся какие-то вопросы пишите внизу в комментариях под этим видео и мы будем на них отвечать хорошего дня пока на связи а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok